Марина Цветаева Рильке «Жизнь и смерть давно беру в кавычки» Кому обязан пониманием поэт? Прежде всего, другому поэту, хотя зачастую этот другой понимать его и не хочет. А критик, абсолютный читатель, поэт плохой или озлобленный – чаще такое. Я не люблю критики, не люблю критиков. Они в лучшем случае производят на меня впечатление неудавшихся и посему озлобленных поэтов. И как часто они пишут омерзительные стихи. Но хвала их мне ещё неприемлемей их хулы. Почти всегда мимо, не за то. Так, например, сейчас в газетах хваля меня, хвалят не меня, а любовь в столицу. Если бы я знала её адрес, я бы отослала ей все эти вырезки. Это не я. Марина Цветаева Из письма Александру Васильевичу Бахраху Понимать поэта должен другой поэт. Детей страшных лет России способных понимать было четверо. Нас – четверо, комаровские и наброски. Уже ли эгитане гибкой всему киданта суждены? Осип Мандельштам Таким я вижу облик вашей взгляд. Борис Пастернак О муза плача! Марина Цветаева И отступилась я здесь от всего, от земного всякого блага. Духом-хранителем места сего стала лесная коряга. Все мы недолго у жизни в гостях. Жить – это только привычка. Чудится мне на воздушных путях Двух голосов перекличка. Двух! А ещё у восточной стены, В зарослях крепкой малины, Тёмная, свежая ветвь бузины. Это письмо от Марины. 19-20 ноября 1961 года. Ленинград. Больница в Гамме. Анна Ахматова, Борис Пастернак, Марина Цветаева, Осип Мандельштам Четыре поэта С конгениальными возможностями понимания. Наиболее полно эти возможности Осуществились на воздушных путях Анны Ахматовой и Осипа Мандельштама, Бориса Пастернака и Марины Цветаевой. Но была перекличка и между первыми поэтессами Серебряного века. Марина Цветаева написала цикл Ахматовой. Анна Ахматова посвятила ей поздний ответ. Город Александров Владимирской губернии. Домок на закраине, лицом-крыльцом в овраг. Домок деревянный, бопьягинский. Зимой сплошная печь с ухватами, с шестками, Летом сплошная дичь, зелени, прущей в окнах. Балкон, так напоминающий плетень, На балконе на розовой скатерке, Громадное блюдо, клубники и тетрадь с двумя локтями. Клубника, тетрадь, локти, мои. 1916 год, лето. Пишу стихи к Блоку и впервые читаю Ахматову. Перед домом, за лохмами сада, площадка. На ней солдаты учатся в стрельбе. Вот стихи того лета. Белое солнце и низкие, низкие тучи, Вдоль огородов, за белой стеною погост, И на песке вереницы соломенных чучел Под перекладинами в человеческий рост. И, перевесившись через заборные колья, Вижу дороги, деревья, солдаты вразброд. Старая баба, посыпанной крупной солью, Чёрной ломотью калитки, жуёт и жуёт. Чем прогневили тебя эти серые хаты? Господи, и для чего стольким простреливать грудь? Пояс прошёл и завыл, и завыли солдаты, И запылил, запылил отступающий путь. Нет, умереть никогда не родиться бы лучше, Чем этот жалобный, жалостный, каторжный вой О чернобровых красавицах. Ох, упоют же нынче солдаты! О, Господи, Боже, ты мой! Александров, 3 июля 1916 года. Так, с тем же чувством, другая женщина, Которая полтора года спустя, С высоты собственного сердца и детской ледяной горки, Провожала народ на войну. Марина Цветаева. История одного посвящения. Ах, матовый, ты солнце ввысь и мне застишь, Все звёзды в твоей горсти, Ах, если бы двери настишь, Как ветер к тебе войти, И залепетать, и вспыхнуть, И круто потупить взгляд, И всхлипывая затихнуть, Как в детстве, когда простят. 2 июля 1916. Тело писателя. Рукописи. Донесут они ещё и одну перекличку – Марины Цветаевой и Осипа Мандельштама, Встреча с которым произошла летом 1915 года В Коктебелье у Волошина, И стихи которого к ней, закрыв глаза, Она вспоминала весной 1931 в Медоне. От монастырских косогоров Широкий убегает луг, Мне от Владимирских просторов Так не хотелось она юг, Но в этой тёмной, деревянной И юродивой слободе С такой монашкою туманной Остаться – значит быть в беде. Казалось бы, извечная привязанность поэта К родному языку, узкий круг ценителей И никаких шансов быть услышанным Кем-то ещё. Я одна с моей большой любовью К собственной моей душе. Судьба, однако, подарила Марине Цветаевой Совершенно фантастическое отражение. В апреле 1926 в ответе на анкету, Пересланную в Москву В ряду своих любимых писателей-современников Она назвала имя Райнера Мария Рильке 1875-1926. Уже в мае она получила две его книжки «Дуинские легии» и «Сонеты Корфею» С дарственными надписями. Книжкам прилагалось письмо Рильке С предложением знакомства и объяснением, Кому она обязана сюрпризом. Это был их общий заочный знакомый Борис Леонидович Пастернак, Который окольными путями Получил поэму конца и знал её наизусть. В тот же день, что и известие о вас, Я здешними окольными путями Получил поэму, Написанную так неподдельно и правдиво, Как здесь в СССР Никто из нас уже не может написать. Это было вторым потрясением дня. Это Марина Цветаева, Прирождённый поэт большого таланта, Родственного по своему складу Деборт Вальмор. Она живёт в Париже, в эмиграции. Я хотел бы, о, ради Бога, Простите мою дерзость и видимую назойливость. Я хотел бы и осмелился бы пожелать, Чтобы она тоже пережила нечто подобное Той радости, которая, благодаря вам, Излилась на меня. Я представляю себе, чем была бы для неё книга С вашей надписью. Может быть, Дуинские элегии, Известные мне лишь по наслышке. Пожалуйста, Простите меня. Но в преломленном свете этого глубокого И далеко идущего совпадения, В радостном ослеплении, Я хотел бы вообразить себе, Что истина заключена именно в таком преломлении, Что моя просьба Выполнима и имеет смысл. Для кого? Зачем? Этого я не смог бы сказать. Может быть, для поэта, Который вечно составляет содержание поэзии В разные времена именуется по-разному. Её зовут Марина Ивановна Цветаева И живёт она в Париже. Позвольте мне считать Вашим ответом исполнение моей просьбы Относительно Цветаевой. Это будет знаком для меня, Что я и впредь могу писать вам. Я не смею мечтать о прямом ответе, И без того я отнял у вас столько времени Своим растянутым письмом, Которое заведомо кишит ошибками и несуразицей. Когда я его начинал, Я думал лишь достойно засвидетельствовать вам Своё преклонение. Неожиданное, в которое уже раз Я ощутил, каким откровением Вы для меня стали. Я забыл, что чувства, Которые простираются на годы, Возрасты, разные местности и положения, Не могут поддаться внезапной попытке Охватить их одним письмом. И слава Богу, что забыл. А то я не написал бы этих Беспомощных строк. Лежат же исписанные листы, Которые я никогда не решусь Послать вам за их многословие и нескромность. Лежат и две книги стихов, Которые я по первому пробуждению Собрался отправить вам, Чтобы ими, как сургучом, Осязаемо запечатать это письмо. И не посылаю из боязни, Что вам когда-нибудь придёт в голову Читать этот сургуч. Но всё становится лишним. Стоит выговорить то, что важнее всего. Я люблю вас так, как поэзия может И должна быть любима, Как живая культура славит свои вершины, Радуется им и существует ими. Я люблю вас и могу гордиться тем, Что вас не унизит ни моя любовь, Ни любовь моего самого большого, Вероятно, единственного друга Марины, О которой я уже упоминал. Если бы вы захотели меня счастливить Несколькими строчками, написанными вашей рукой, Я просил бы вас также воспользоваться для этого Цветаевским адресом. Нет уверенности, что почтовое отправление Из Швейцарии дойдёт до нас. Ваш Борис Пастернак. Из письма Бориса Пастернака Райнеру Марию Рильке. Ранний Аполлон Как иногда в сплетенье неодетой Листвою чаще проникает плеск Весны в разливе утра, Так и это лицо свободно пропускает Блеск стихов, сражающих нас беспощадно. Ведь всё ещё не знает тени взгляд, И для венца ещё виски прохладны, И из его бровей восстанет сад Высокоствольных роз лишь много позже, И пустит в одиночку лепестки, Чтоб прта его коснулись первой дрожи, Пока ещё недвижного, но с гибкой, По каплям отпевающей улыбкой Струящегося пенья глотки. Райнер Мария Рильке. Перевод Константина Богатырёва Сент-Джиль Сюрви. 9 мая 1926 г. Райнер Мария Рильке. Смею ли я так назвать вас? Ведь вы, воплощённая поэзия, Должны знать, что уже само ваше имя – Стихотворение. Райнер Мария – это звучит по-церковному, По-детски, по-рыцарски. Ваше имя не рифмуется с современностью, Оно из прошлого или будущего, Издалека. Ваше имя хотело, чтоб вы его выбрали. Мы сами выбираем наши имена, Случившиеся всегда лишь следствием. Ваше крещение было прологом к вам всему, И священник, крестивший вас, Воистину не ведал, что творил. Вы не самый мой любимый поэт, Самый любимый степень. Вы – явление природы, Которое не может быть моим И которое не любишь. Ощущаешь всем существом Или, ещё не всё, Вы – воплощённая пятая стихия, Сама поэзия. Или, ещё не всё, Вы – то, из чего рождается поэзия, И что больше её самой – вас. Речь идёт не о человеке Рильке. Человек – то, на что мы осуждены, А о духе Рильке, Которое ещё больше поэта, И которое, собственно, и называется для меня Рильке. Рильке из послезавтра. Вы должны взглянуть на себя моими глазами, Охватить себя их охватом, Когда я смотрю на вас, Охватить себя во всю даль и ширь. Что после вас остаётся делать поэту? Можно преодолеть мастера, Например, Гёте, Но преодолеть вас означает, Изначало бы преодолеть поэзию. Поэт – тот, кто преодолевает, Должен преодолеть жизнь. Вы – неодолимая задача для будущих поэтов. Поэт, что придёт после вас, Должен быть вами. То есть вы должны ещё раз родиться. Вы возвращаете словам их изначальный смысл, Вещам же их изначальные слова, ценности. Если, например, вы говорите великолепно, Вы говорите о великой лепоте, О значении слова при его возникновении. Теперь же великолепный всего лишь стёршийся восклицательный знак. По-русски я всё это сказал бы вам яснее, Но не хочу утруждать вас чтением по-русски, Буду лучше утруждать себя писанием по-немецки. Несколько кратких, Самых необходимых биографических сведений. Из русской революции, Нереволюционной России, Революция – это страна со своими собственными И вечными законами. Уехала я через Берлин в Прагу, Взяв ваши книги с собой. В Праге я впервые читала ранние стихотворения. И я полюбила Прагу с первого дня, Потому что вы там учились. В Праге я жила с 1922 по 1925. Три года. А в ноябре 1925 уехала в Париж. Вы еще были там, На случай, если вы там были. Почему я к вам не пришла? Потому что люблю вас. Больше всего на свете. Совсем просто. И потому что вы меня не знаете. От страждущей гордости, Трепета перед случайностью Или судьбой, как хотите. А может быть от страха, Что придется встретить ваш холодный взгляд На пороге вашей комнаты. Ведь вы не могли взглянуть на меня иначе. А если бы и могли, Это был бы взгляд, предназначенный для постороннего. Ведь вы не знали меня, То есть все равно холодный. И еще. Вы всегда будете воспринимать меня, Как русскую. Я же вас, как чисто человеческое, Божественное явление. В этом сложность нашей, Слишком своеобразной нации. Все, что в нас наше «я», Европейцы считают русским. То же самое происходит у нас с китайцами, Японцами, неграми, Очень далекими или очень дикими. Марина Цветаева. Письма. Легкомыслие, Милый грех, Милый спутник и враг мой милый, Ты в глаза мои вбрызнул смех, Ты мазурку мне вбрызнул в жилы, Научил не хранить кольца, С кем бы жизнь меня не венчала, Начинать наугад с конца И кончать еще до начала. Быть как стебель И быть как сталь В жизни, Где мы так мало можем Шоколадом лечить печаль И смеяться в лицо прохожим. 3 марта 1915. Ирма Викторовна Кудрова, Биограф и исследователь творчества Марины Цветаевой, отмечает. Первое же письмо Цветаевой к рельке Поражает своей раскованностью. В нем нет и следа той робости, Которая заставила Пастернака В его апрельском письме поэту Бесконечно оговариваться, Прося извинений на многословие, Растянутость, Возможные ошибки И отнимаемое на чтении письма время. Цветаева умеет быть любезной По всем правилам хорошего тона В деловых письмах. Но когда ее адресат рельке, Она уверена, что можно не думать Ни о чем внешнем, А оставаться собой. Не опасаясь неверных толкований, Можно сразу, без разбега и оглядки, Говорить о насущном. Ирма Кудрова, Версты, Дали. Поражает и другое. Точность формулировок В письме из Сен-Жиле Вы – неодолимая задача для будущих поэтов. Поэт, что придет после вас, Должен быть вами, То есть вы должны еще раз родиться. Поэт тот, кто преодолевает, Должен преодолеть жизнь. Так устроена культура. Каким бы новатором, Ни был новейший ее вдохновитель, Ему, как подмастерью и ученику, Необходимо прежде понять, А значит стать тем, Кем был его предшественник. А понимание убеждает истории Нередко что неодолимая задача Для современных и будущих поэтов, Тем более для критики. Детство. Неплохо бы работу дать уму, Немного поразмыслив об утратах, О долгих детских днях и о закатах, Раз навсегда ушедших. Почему? Случается, в ненасти, в непогоду Нам что-то померещится, как знак, Но встречи и свидания, и уходы Нас больше не переполняют, Так, как в детстве, Что в плену у пустяков, Не более, чем вещи или звери, Мы им себя дарили в полной мере, И наполнялись ими до краёв. И сиротели мы из-под тяжка, Как пастухи под грузом дальних далей, И кем-то призванных издалека Нас, будто нитку новую вплетали, Поочерёдно в образы, Пока не выбирали нового ботка. Райнер Мария Рильки Перевод Константина Богатырёва Драгоценное существование слова Таким пребывает язык В поэзии Райнера Мария Рильки И у Марины Цветаевой В мемуарах Анастасии Ивановны Цветаевой Есть рассказ о детских впечатлениях О перенасыщенности чувством слова На бегу словесного вихря. Это и было вхождением в язык, В дом бытия, Где всё узнавалось, Как будто виденное прежде, Пережитое и осмысленное. Драгоценное существование слова, Как источника сверкания, Будило в нас такой отзыв, Который уже в шесть-семь лет Был мукой и счастьем владычества. Каким-то годам написание Первой стихофорной строки Или своей первой фразы, Прозы, Было желанным освобождением От перенасыщенности Чувством слова. Заткнув на бегу словесного вихря Эти камни в это ожерелье, Те в другое, Мы могли отдохнуть В ощущении чего-то сделанного. Детство же, Рок изобилия, Задарив, Не давал опомниться, Мучил от созвучиями, Как музыка, Опьянял И вновь и вновь лил вино, И это среди гувернанток, Репетиторов, Приходящих учительниц, Этого не знавших, Хотевших от нас всегда Только одного – трезвости. Мама, Да и то не так всё же, Как требовал наш Маренин Особенно свободы и творчества, Ищущий дух. Немецкие слова Die öde, Die wüste, Unheimlich, Sonderbar, Wundervoll, Die höche, Der glockensklang, Weihnachten, Глушь, пустыня, Таинственно жутко, Чудесно, Высота, Глубина, Звук колокола, Рождество, И сколько ещё их было С французскими Сплендер, Эклян, Тенемр, Новкраш, Majestö, Jadis, Le rêve, Великолепие, Блеск, Мгла, Кораблекрушение, Торжественное, Когда-то, Сновидение. И всё, Чем переполнена Первая же книга, Дарили двойной смысл тому, Что старшие звали Изучением языка. На этом языке, Сколько их впереди ещё было, Родители знали французский, Немецкий, Английский, Итальянский, Мать хотела возле него, Как гитару возле рояля, И ещё и испанский. Мы отплывали от учивших нас, Как на корабле, И каждое из этих слов Было талисманом. Так заколдованным словом Кармель хан, Которая в гауфовской сказке Откуда я помню только пещеру И край гибели, Спасала звуком своих слов Кем-то произносимых, Горевшие, как тёмный кормункуль. А русские слова? Не ими ли пылало сердце В сказке о Василисе Премудрой, О бесстрашных витязях, О каких-то тридесятых царствах? Они полновластно царили В сердце моём, младший, Уснувший в поздний вечерний час Под чтением вслух детям, Старшим, постигшим главное слово Летучий голландец, Главную непостижимость, Любимую, Её унеся или ею уносимая В сон. Может быть, этой Органической усладой языка Объясняется, что я не помню Трудностей изучения языков. Это было просто вхождение В свой дом, где всё узнавалось. О Марине же и говорить нечего. Её одарённость была Целым рангом выше моей. Она с первых лет жизни По народной пословице Хватала с неба звёзды. Анастасия Цветаева Воспоминания Другие – с очами И личиком светлым, А я-то ночами беседую с ветром, Не с тем италийским зефиром молодым, С хорошим, с широким, российским, сквозным. Другие – всей плотью по плоти плутают, Из уст пересохших дыханьи глотают, А я – руки настиж, застыла, столбняк, Чтоб выдал мне душу российский сквозняк. Другие – о, нежные, цепкие путы, Нет, с нами Э.Ол обращается круто, Небось не растаешь, Одна, мол, семья, Как будто и вправду не женщина я. 2 августа 1920-го В лаборатории роста поэта Видит письма поэта Ирма Кудрова. Другой необходим ей как повод Для непрестанной духовной работы. В том же первом письме из Сен-Жиля Мюзо читаем Райнер Мария. Ничто не потеряно. В следующем, 1927 году, приедет Борис, И мы навестим вас, где бы вы ни находились. Бориса я знаю очень мало, но люблю его, Как любят лишь никогда не виденных, Давно ушедших или тех, кто ещё впереди, Идущих за нами, Никогда не виденных или никогда не бывших. Он не так молод, 33 года, по-моему, Но похож на мальчика, Он нисколько не в своего отца Лучшее, что может сделать сын. Я верю лишь в материнских сыновей. Вы тоже материнский сын, Мужчина по материнской линии, Потому так богат, двойное наследство. Он первый поэт России. Об этом знаю я, и ещё несколько человек, Остальным придётся ждать его смерти. Я жду ваших книг, как грозы, Которая, хочу или нет, Разразиться. Совсем как операция сердца. Метафора. Каждое стихотворение твоё Врезается в сердце и режет его по-своему, Хочу или нет. Не хотеть ничего. Знаешь ли, почему я говорю тебе Ты и люблю тебя и… 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 И потому что ты – сила, Самая редкая. Ты можешь не отвечать мне. Я знаю, что такое время. И знаю, что такое стихотворение. Знаю также, что такое письмо. Вот. В Кантоне Во в Лозанне Я была десятилетней девочкой 1903. И многое помню из того времени. Помню взрослую негритянку в пансионе, Которая должна была учиться французскому. Она ничему не училась и ела фиалки. Это самое яркое воспоминание. Голубые губы У негров они не красные. И голубые фиалки Голубое Женевское озеро Уже потом. Чего я от тебя хочу, Райнер? Ничего. Всего. Чтобы ты позволил мне Каждый миг моей жизни Поднимать на тебя взгляд, Как на гору, Которая меня охраняет, Словно каменный ангел-хранитель. Пока я тебя не знала, Я могла и так. Теперь, когда я знаю тебя, Мне нужно позволение. Ибо душа моя Хорошо воспитана. Но писать тебе я буду, Хочешь ты этого или нет, О твоей России, Цикл цари и прочее, О многом. Твои русские буквы Умиление. Я, Которая, Как индеец или индус, Никогда не плачу, Я чуть было не… Я читала твое письмо На берегу океана, Океан читал со мной, Мы вместе читали. Тебя не смущает, Что он читал тоже? Других не будет, Я слишком ревниво, К тебе ревностно. Вот мои книги, Можешь не читать, Положи их на свой письменный стол И поверь мне на слово. До меня их не было, На свете, Не на столе. Марина Цветаева Письма Рильке не был обескуражен Встречным порывом Цветаевского письма, И радостно принял И перенял ее ты. Чувствуешь ли, поэтесса, Как сильно завладела ты мною, Ты и твой океан, Так прекрасно читавший С тобой вместе? Я пишу, как ты, И, подобно тебе, Спускаюсь из фразы На несколько ступенек вниз, В полумрак скобок, Где так давят своды И длится благоуханье роз, Что цвели когда-то. Марина, Я уже так вжился В твое письмо. И поразительно, Что брошенные, Как кости, Твои слова падают После того, Как цифра уже названа, Еще на ступеньку ниже И показывают другое, Уточняющее число Окончательное И часто большее. Милая не ты ли Сила природы То, что стоит За пятой стихией, Возбуждая И нагнетая ее. И опять я почувствовал, Будто сама природа Твоим голосом Произнесла мне «да», Словно некий Напоенный согласием сад, Посреди которого фонтан, И что еще? Солнечные часы. О, как ты перерастаешь И обиваешь меня Высокими флоксами Твоих цветущих слов. Но речь, Подтверждаешь ты, Идет не о человеке, Рильке. Я и сам с ним Теперь в разладе С его телом, С которым В прежнее время Я мог всегда достичь Столь глубокой взаимности, Что часто не знал, Кому даются Легче стихи Ему, Мне, Нам, Обоим. Подошвы ног, Испытывающие блаженство, Сколько раз Блаженство От ходьбы по земле, Поверх сего, Блаженство Узнавать мир впервые, Пред знание, По знание, Не путем знания, А теперь разлад, Двойное облачение, Душа одета иначе, Тело укутано, Все иначе. Уже с декабря я здесь, В этом санатории, Но с осторожностью Допускаю врача В отношении Между собой И собой, Единственное, Что не терпят посредника, Который утвердил бы Разрыв между ними, Переводчика, Который разложил бы Это на два языка, Терпение, Долгое, Истерзанное, Вновь обретаемое, Мое место жительства Нюзо, В нем я спас себя От сумятицы И хаоса После военных лет, В четырех часах езды Отсюда, Моя, Позволь повторить тебя Слово в слово, Моя героическая Французская Родина. Посмотри на нее, Почти Испания, Прованс, Долина Рода, Остер Э Мелодье, Холм, Образующий, Одно восхитительное Целое С древней башней, Которая принадлежит ему Ровно столько, Сколько тому, Кто наделил судьбой Эти камни. Из письма Рильке Цветаева Кто нам сказал, Что всё исчезает? Птицы, Которую ты ранен, Кто знает? Не останется ли её полёт? И, может быть, Стебли, Объятия Переживают нас В свою почву? Длится не жест, Но жест облекает вас в лапы. Золотые От груди до колен, И так чиста была битва, Что ангел несёт её вслед. Райнир Мария Рильке Перевод Марины Ивановны Цветаевны Рильке не есть ни заказ, Ни показ нашего времени, Он его противовес. Войны, войни, Развороченное мясо розни И Рильке. За Рильке наше время Будет в земле отпущено. По обратности, То есть необходимости, То есть противоядию Нашего времени Рильке мог родиться только в нём. В этом его современность. Время его не заказало, А вызвало. Заказ множества Маяковскому Скажи нас, Заказ множества Рильке Скажи нам. Оба заказа выполнили, Учителем жизни Маяковского Никто не назовёт, Так же, как Рильке Глашатая масс. Рильке Нашему времени Так же необходим, Как священник На поле битвы, Чтобы за тех и за других, За них и за нас, О просвещении Ещё живых И о прощении павших Молиться. Марина Цветаева Поэта Время Через некоторое время Переписка оборвалась. Райнер Мария Рильке Терялся в догадках почему. Он просил писать ему, Даже если не сможет ответить сразу. Быть может поэтому Её задели слова Об одиночестве Как о жестоком, Но необходимом условии Творчества. Она знала, Что это так. При настоящей работе Самое важное – Обслушиваться в себя. Для этого нужен досуг, Тишина, Одиночество. И в то же время В его словах О недомогаане Ей послышалось Намеренное отстранение, Просьба о покое. Болезнь Рильке Была смертельной. Об этом не подозревали Ни он, Ни его друзья. Поэт ощущал в себе Неподвижность, Чему привыкнуть не мог. То, что он болен Лейкемией, Выяснилось позднее. Комедиант Ваш нежный рот Сплошное целованье. И это всё, И я совсем как нищий. Кто я теперь? Единая? Нет, тыща. Завоеватель? Нет, завоеванье. Любовь ли это Или любование? Пера причуда Или первопричина? Там ленья ли по ангельскому чину, Или чуточку притворства По призванию? Души печаль, Очей очарование, Пера ли розчерк? Ах, не всё равно ли, Как назовут сие уста, Доколи Ваш нежный рот Сплошное целованье? Декабрь 1918-го До жизни человек всё и всегда, Живя жизнь он кое-что и теперь. Марина Цвета С такой монашкою туманной Остаться Значит быть в беде. Осип Мантельштамм Сент-Жиль Сюрви 3 июня 1926-го года Многое, почти всё остается в тетради. Тебе лишь слова из моего письма к Борису Пастернаку. Когда я неоднократно тебя спрашивала, что мы будем с тобою делать в жизни, ты однажды ответил – мы поедем к Рильке. А я тебе скажу, что Рильке перегружен, что ему ничего никого не нужно. От него веет холодом имущего, в имущество которого я уже включена. Мне ему нечего дать. Всё взято. Я ему не нужна, и ты не нужен. Сила всегда влекущая и отвлекает. Нечто в нём, как это зовётся, ты знаешь, не желает отвлекаться, не имеет права. Эта встреча для меня – удар в сердце. Сердце не только бьётся, но и получает удары, когда устремляется ввысь. Тем более, что он совершенно прав, что я, ты, свои лучшие часы сами такие же. Фраза из твоего письма Если вдруг я перестану сообщать тебе, что со мной происходит, ты всё равно должна писать мне всякий раз, когда прочла и сразу. Эта фраза – просьба о покое. Покой наступил. Теперь ты немного успокоился? Знаешь ли ты, что всё это значит – покой, беспокойство, просьба, исполнение и так далее? Слушай же, мне кажется, что я знаю точно. До жизни человек всё и всегда. Живя жизнь, он кое-что и теперь есть, имеет, безразлично. Моя любовь к тебе раздробилась на дни и письма, часы и строки. Отсюда беспокойство. Потому ты и просила покоя. Письмо сегодня, письмо завтра. Ты живёшь, я хочу тебя видеть. Перевод из «всегда» в «тепень». Отсюда терзание, ещё дней, обесцененность каждого часа. Час – лишь ступень к письму. Быть в другом или иметь другого. Или хотеть иметь, вообще хотеть – едино. Я это заметила и смолкла. Теперь это прошло. С желаниями я справляюсь быстро. Чего я от тебя хотела? Ничего. Скорей уж возле тебя. Быть может, просто к тебе. Без письма уже стало. Без тебя. Дальше – пуще. Без письма – без тебя. С письмом – без тебя. С тобой – без тебя. В тебя. Не быть. Умереть. Такова я. Такова любовь во времени. Неблагодарная. Сама себя уничтожающая. Любви я не люблю и ничту. В великой низости любви. У меня есть такая строчка. Я гран бассес ду ля нур. Или ещё лучше. Ля бассес субхэм ду ля нур. И так, Райнеры, это прошло. Я не хочу к тебе. Не хочу хотеть. Может быть, когда-нибудь с Борисом, издалека, без единой строки от меня, он всё почуял, слух поэта. Но когда? Как? Не будем спешить. И чтобы ты не счёл меня низко, не из-за терзания я молчала, а из-за уродливости этого терзания. Теперь прошло. Теперь я пишу тебе, Марина. Марина Цветаева письма. Что это? Поиграла и бросила? Дури собственной. Стоп! Не прошло и месяц, и вдруг столь резкое охлаждение к чисто человеческому божественному явлению. Только потому, что сразу не позвал с собой или хотя бы к себе. Ещё вчера ты сила, самая редкая. Писать тебе я буду, хочешь ты этого или нет? Сегодня. Я это заметила и смолкла. Чего я от тебя хотела? Ничего. Знаешь ли ты? Слушай же. Что по тону едва ли нет? Слушай сюда. Я тебе остолопу всё объясню. Мягко говоря, непоследовательно и некрасиво. В этом сложность нашей слишком своеобразной нации, – писала она в первом письме, – всё, что в нас наши я европейцы считают русским. – Соотечественники слишком русские, – сказал в одном из поздних своих стихотворений Игорь Северянин. – Так не усугубляйте этой национальной дикости, поэты. Научитесь слушать хотя бы самих себя. Поздний ответ. Белорученька моя, Чернокнижница, Марина Цветаева. Невидимка, двойник, пересмешник, Что ты прячешься в чёрных кустах? То забьёшься в дырявый скворечник, То мелькнёшь на погибших крестах, То кричишь из Маринкиной башни. Я сегодня вернулась домой, И полюбуйтесь, родимые башни. Что за это случилось со мной? Поглотила любимых пучина И разграблен родительский дом. Мы сегодня с тобою, Марина, По столице полночной идём, А за нами таких миллионы И безмолвней шествия нет, А вокруг погребальные звоны, Да московские хриплые стоны, В юге наш заметающий след. 16 марта 1940-го Фонтанный дом 1961-й Красная котница Анна Ахматова «Человек – то, на что мы обречены», Марина Цветаева. Биограф замечает, когда Цветаева теряет душевный покой, Она одержима неутолимой страстью говорить всю правду, как она есть, Без смягчения, оглядки и необходимости. Её шквальное упорство направлено на развенчание Всех условностей и самообмана, На срывание всех покровов. Она готова потерять всё и всех, Но досказать то, что видится ей в эти минуты экстатического подъёма». Ирма Кудрова, Вёрсты, Дали. Сент-Джиль, Сюр-Руи. 14 июня 1926 года Слушай, Райнер, ты должен знать это с самого начала. Я плохая, а Борис хороший. И потому что плохая, я молчала. Лишь несколько фраз про твоё российство, моё германство и так далее. И вдруг жалоба. Почему ты меня отстраняешь? Ведь я люблю его не меньше твоего. Что я почувствовал? Раскаяния? Нет. Никогда. Ни в чём. Ничего не почувствовала. Устала действовать. Переписала два твоих первых письма и послала ему. Что я могла ещё? О, я плохая Райнер. Не хочу сообщника, даже если бы это был сам Бог. Я многие. Понимаешь? Быть может, не счислимо многие. Ненасытное множество. И один ничего не должен знать о другом. Это мешает. Когда я с сыном, тот, та. Нет. То, что пишет тебе и любит тебя, не должно быть рядом. Когда я с тобой, т. д. Обособленность и отстранённость. Я, даже в себе, не только вблизи себя, не желаю иметь сообщника. Поэтому в жизни я лживо, то есть замкнуто и лживо, когда вынуждают говорить. Хотя в другой жизни я слыву правдиво и такая и есть. Не могу делиться. А пришлось это было за два-три дня до твоего письма. Нет, Райнер. Я не лживо. Я слишком правдиво. Если бы я умел обросаться простыми, дозволенными словами, переписка, дружба, всё было бы хорошо. Но я-то знаю, что ты не переписка и не дружба. В жизни людей я хочу быть тем, что не причиняет боли. Потому и лгу. Всем, кроме себе самой. Всю жизнь в ложном положении. Ибо где я согнут, я солган. Солгана. Райнер. Не лживо. Когда я обнимаю незнакомца, обвив его шею руками, это естественно. Когда я рассказываю об этом, это не естественно для меня самой. А когда я пишу об этом стихи, это опять-таки естественно. Значит, поступок и стихи меня оправдывают. То, что между, обвиняет меня. Ложь – то, что между, не я. Когда я говорю правду, руки вокруг шеи – это ложь. Когда я об этом молчу – это правда. Внутреннее право на сохранение тайны. Это никого не касается. Даже шеи, вокруг которой обвились мои руки – мое дело. Не забудь еще, что я замужем, у меня дети и так далее. Отказаться? Ах, не так уж все это серьезно, чтоб того стоило. Отказываюсь я слишком легко и наоборот. Совершая жест, я радуюсь, что еще могу его совершить. Так редко чего-то хотят мои руки. Глубоко погрузить в себя и через много дней или лет, однажды, внезапно возвратить фонтаном, перестрадав, просветлев, в глубь, ставшая ввысью, но не рассказывая. Тому писала, этого целовала. «Радуйся же, скоро всему конец», – говорит моя душа моим губам. «И обнять дерево или человека для меня одно и то же. Быть. Это одна сторона, теперь другая. Борис подарил тебя мне. Едва получив, хочу быть единственным владельцем, довольно бесчестным и довольно мучительным для него. Потому я и послала письма». Мысль Артюра Рымбо «Я это другие» звучит у нее так. «Я многие, понимаешь?» Кому же, как не поэту, было это понять? 19 августа Райнер Мария Рильке отправил Марине Ивановне Цветаевой последнее письмо. «Да, да, ещё раз, да, Марина, всему, что ты хочешь, и что ты есть. И вместе они слагаются в большое «да», сказанное о самой жизни. Но в нём заключены также и все десять тысяч непредсказуемых нет». Райнер Рильке. Письма 1926 года. «Жив, а не умер, демон во мне, В теле, как в трюме, в себе, как в тюрьме, Мир – это стены, а выход – топор, Мир – это сцена лепечет актёр». И не слукавим шут колченогий, В теле, как в славе, в теле, как в тоге, Многие лето жив дорожи, Только поэты в кости, как во лжи. Нет, не гуляет нам певчие братья, В теле, как в барном отчем халате, А лучшего стоим, чахнем в тепле, В теле, как в стойле, в себе, как в котле, Бренных не копим великолепий, В теле, как в топе, в теле, как в склепе, В теле, как в крайней ссылке, зачах, В теле, как в тайне, в висках, как в тисках, Маски железной. 5 января 1925 Здоровье Рильке стремительно ухудшалось. Нет, не догадывалась об этом Марина Цветаева, Не могла знать и не знала. Газетчики не сообщали, переписка оборвалась. 7 ноября она отправила ему открытку Из пригорода Парижа Бельвю. «Дорогой Райнер, здесь я живу, Ты меня ещё любишь, Марина?» Он умер 29 декабря. В канун Нового 1927 года о его кончине ей сказал Слон. В новогоднюю ночь, оставшись дома одна, Марина Цветаева написала Райнеру Рильке письмо, которое послала на адрес Бориса Леонидовича Пастернака в Москву. «Лучшие цветаевские произведения Всегда вырастали из самых глубоких ран сердца», – подтверждает Ирма Кудрова. 7 февраля 1927 года была завершена обращённая К Рильке поэма «Новогодние». Под заголовком было поставлено вместо письма. Рассказать, как про твою узнала Ни землетрясения, ни лавина, Человек вошёл, любой, любимый ты, Прискорбнейшая из событий В новостях и в днях. Статью дадите? Где? В горах. Окно в еловых ветках. Простыня. Не видите газет ведь? Так статью? Нет. Но… Прошу избавить. Слух. Трудна. Внутрь. Не христопродавец. В санатории. В раю наёмный. День? Вчера, позавчера. Не помню. В Альказаре будете? Не буду. Слух. Семья. Внутрь. Всё. Но не Иуда. С наступающим. Рождался завтра. Рассказать, что сделала, узнав про… Тссс… Оговорилась по привычке. Жизнь и смерть давно беру в кавычки, Как заведомо пустые сплёты. Ничего не сделала, но что-то сделалось, Без тени и без эха делающее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова субтитров А.Кулакова